Участившиеся в последнее время обильные дожди привели к подтоплению Ходзенского сельского поселения. Вода стремительно поступала в придомовые территории, пострадали приусадебные участки аульчан. В результате обильных многодневных осадков затопило всю правую часть АО «Ходзенского» практически. Огороды полностью на 100%. Сейчас ущерб оценивается. Точные цифры я сейчас сказать не могу, потому что три группы сейчас работают. Но самое главное, пострадавших и погибших нет. Остальное мы все решим. Глава республики приехал, взял под личный контроль. Премьер-министр, минстрой, техника есть. Сейчас с питьевой водой вопрос решаем, распотребнадзор работает. В принципе, все службы здесь, и электрики, и газовики. Поэтому, я думаю, все решим. На место стихии вчера прибыл глава республики. Мурат Кумпилов поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия паводка и оценить нанесенный ущерб. Никто не останется с бедой один на один, подчеркнул глава региона. По словам местных жителей, сильные ливни принесли населенному пункту множество проблем. Подтопление жилых домов, огородов. Они признаются, что в таких масштабах подтопление произошло впервые за долгие годы. В 14.30, в 14.40, где-то так. Предупреждение было, но чем не могли помочь. Я увидела в садике, я работаю в садике заведующих. Там с горы вода пришла, я домой побежала, уже вода все стояла. Я до сих пор не зашла домой. В двух домах вода стоит по колено. Такого никогда не было в жизни. Бывало у нас всякое, но это вообще ужасно. Следует отметить, что все службы среагировали достаточно оперативно. К ликвидации последствий подтопления были привлечены несколько десятков человек и более 20 единиц техники. На сегодняшний день уровень воды в населенном пункте значительно снизился. Для оперативного устранения последствий паводка с раннего утра в ауле продолжились восстановительные работы. Оперативная группа главного управления МЧС России по республике Адыгея под руководством начальника Станислава Илющенко держит ситуацию под контролем. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Группировка ЕГИНЕГО в старственной системе предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации работает 142 человека, 44 единицы техники. От МЧС России 41 человек, 7 единиц техники. Формируются адресные заявки. Отрабатываем непосредственно с людьми, с жителями, с хозяевами домов. Расчистка производится при домовых территориях. Откачка воды со дворов, где находится в подвалах или во времянках. Где-то частично, если труб попадает, откачивается вода по всем адресам. По данным управления Роспотребнадзора, проводится исследование воды из источника водоснабжения, а также почвы на подтопленных территориях. По полученным результатам лабораторных исследований, отобранных проб, будут приниматься необходимые меры. Управлением Роспотребнадзора проводится отбор проб воды. На сегодня у нас отобрано 10 проб воды с источника, с социальных объектов. И у населения отобрана вода. Нам надо выяснить в первую очередь безопасность воды подаваемой. Ну и на торговых объектах, если что-то в связи с отключением электроэнергии, было что-то испорчено, тоже мониторят специалисты. А вот на местах какие-то дезинфицирующие мероприятия проводятся? Для того, чтобы нам дезинфицирующими моментами заняться, мероприятиями заняться, нам необходимо сначала выяснить, какие объемы, площади попали в зону затопления, чтобы произвести расчет. Пока только успели закупить дезинфицирующие средства, на каждое средство свои расчеты необходимо сделать. Поэтому пока только площадь собрали, объемы собирают, подборовые обходы специалисты делают. А пока местному населению доставляется бутилированная питьевая вода при помощи администрации района. Мы с этой бедой справимся, отмечают жители. Вовремя оказываемая помощь является для них хорошим стимулом. Начался дождь. Ну, моментально, в течение 50 минут. Я даже не успела с ванной прийти, зайти в дом. Уже это... Ну, это непредсказуемо было. Это, я не знаю, первый раз такое. У нас каждый раз затопление у нас. Но такого мы первый раз видим. И продолжалась она полтора часа ровно. Я одна дома была, хозяин в доме, я в этой. И он тоже сразу прибежал, мы машину выгнали, чтобы не затопить. И вода сразу пришла. Ну, стихийное бедствие, что поделаешь, не знаю. Но вчера целый день до вечера вода. Ничего нельзя было делать. Ну, мы все подняли. В дом зашла вода, в кухню. Стиральное подняли. Холодильник большой подняли. На высоте на стол поставили все. В кухонке маленькое, 50 штук индюшат. Их тоже наверх подняли. Везде все приподняли, чтобы не затопило. Все, что смогли, все, что в наших силах. Сегодня с трех часов утра я не спала. Я встала где-то полчетвертого. Вся техника Адыгеи, большое спасибо и главе района, и главе республики. Вся техника Адыгеи была у нас. Я даже побоялась выйти. Здесь столько техники было. Быстро зашли, воду откачали. Спасибо большое. То, что в его силах, они ничего не оставили. То, что в силах было, все сделали. А мальчики МЧС, сказали все бличепсинские мальчики. Нахушев, Кулов, Батырбиев, Кемичев. Ну, так оперативно всю грязь мне помогли. Вот дети только с Майкопа приехали. Мы с хозяином одни. Дети в городе живут. Они так оперативно всю грязь вычистили. Ну, конечно, еще нужно мыть, все надо убрать. Ну, помогли своевременно. Глава поселения отмечает, что в работах по устранению потопа были задействованы все жители аула, которые не остались равнодушными к данной проблеме. В сегодняшнее время вода частично спала у нас. Работают все службы. И отдельно я хотел бы сказать благодарность населению аула Ход, которые всячески, не создавая паники, все делают свое дело, все друг другу помогают. И благодаря этому общее дело идет. Также я хочу поблагодарить, если перечислят, это вся республика. Вчера приезжал Мурат Корольбивич, сегодня приехал премьер-министр. Все помогают. Поэтому я думаю, что техника есть, люди есть, население духом не падает, самое главное. И мы ситуацию это выпрямим. Хочется отметить, что ситуация контролируется администрацией района во главе с Зауром Хамирзовым.